Хе-хей, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire, с вами снова Джо и наши приключения в мире Римворлда. Я целую неделю не заходил в эту игру, пока находился в Питере, сейчас вот вернулся и я абсолютно не помню, на чем мы остановились. У нас достаточно мало средств, всего 10 тысяч, у нас есть поселенец, у нас есть заложник с ником Аллигатор. Я начинаю вспоминать Аллигатора, которая откусила в полубитвы одному из наших соратников Палец. Давайте вспомним, что у нас Неви сумеет делать. Она неплохой строитель, у нее все хорошо с горным делом, плюс баф-подземник, то есть она еще и кайфует от копания всяких металлов. Она неплоха в общении, в ближнем и дальнем бою, середнячок и кулинария, чуть-чуть медицины. Я помню, что я распланировал здесь некое подобие киллбокса и границы, чтобы вначале оградиться в пределах этой территории. Но пока у нас не так много ресурсов, да и 10 тысяч денег не должны привести к каким-то серьезным рейдам, ну в данный момент, по крайней мере. У нас на повестке дня еще два квеста. Я помню, что у нас... Да, у нас тусил чувачок Ковакс. Но квест закончился, и он решил с нами не оставаться. И он не настолько хорош, чтобы стоило брать его в плен. И у нас есть похожее задание, еще одно. Одинокая кочевница называется. Приближается отчаянная беженец по имени Дан-Дан. Дан. Утверждает, что лишилась своего дома после недавнего нападения. Умоляет разрешить ей остаться на 10 дней, чтобы она смогла отдохнуть и собраться в дальнейший путь. Ну и как бы, если она будет не очень, то 10 дней покормим. А потом она свалит. Может какой-нибудь тупой работой позаниматься. Может, не знаю, камни ее направим перерабатывать. Или... Что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. И другое квестовое задание. Киас Рену Стеус... Пропагандист. Бежит и зовет на помощь. Чего преследует отряд военной полиции Оранжевый Империум за дезертирство. Он хочет присоединиться к вашему Хребеттауну. Он нам расскажет, где находится штаб-квартира или имперский аванпост. Где можно найти нейроформер пси-связи. Его преследует один пехотинец. И он сразу к нам присоединится. Но мы о нем ничего не знаем. Более подробная информация отсутствует. И если он к нам присоединится, и он окажется полнейшим калом. И его придется убить. Это скажется по настроению Невис. А она и так не очень сильно кайфует. Другое дело, если придет одинокая кочевница. И она уйдет через 10 дней. Потому что она не очень. Как бы это, наверное, лучший квест для нас. И у нас, опять же, есть целые сутки. Если все пойдет хорошо, мы можем оба квесты взять. Так, давайте посмотрим, чем обладает Дан. Умеет делать все. Пессимист. Минус 6 к настроению постоянно. Зато высокий шанс приручения животных. Достаточно низкое животноводство. Грубость. Плюс 3 к ближнему бою. Но это может привести к всяким социальным неприятным взаимодействиям. Нибблер разборчиво в еде. И на 25% дольше кушает. Двойная тяга к ближнему и дальнему бою. Что, в принципе, неплохо. И все остальное... Ничего особенного. Ничего особенного. Ни в каком из аспектов. Искусство неплохо. 6. И есть тяга к искусству. Можно поставить здесь стол художника. И пусть фигачит. Скульптуры. Все эти 10 дней. В принципе, да. Наверное, это один из вариантов. Давайте зафигачим здесь рабочий стол. Стол портного, разделочный... Мы не умеем. А, мастерская художника. Sorry, не sorry. Поставим здесь. Свет вроде присутствует. И... И Невис как раз здесь должна... Разобраться с полом там. И прочими делами. Давайте... Назначим нормальный приоритет. Пациент. Невис единственный врач. Медсестра хирург. Отдых уберем. Это важно. Это важно. Для Невис, наверное, не столь важно. Это пока уберем. Перезарядка... Тоже, наверное, нет. Пусть занимается. Надзор. Развлекать. Животноводство. Уберем у обоих. У нас не так много еды. Всего 5 блюд. Так что... Единственный повар. Невис. А разделывать может и... Дэн. Охотой промышлять целенаправленно не будем. Починка, разбор и строительство. Невис, естественно. Художничество первое. Это все можно убрать. На втором месте пусть будет носильщиком. И это все пока уберем. И... Наверное, да, основное. То есть повар. Повар, потом строитель, потом шахтер. Потом все остальное в свободное время. Наверное, даже не так. Это на третьем, это на четвертом. Это первое. Это первое. Это второе. Наверное, так. Для начала сойдет. И режим дня. Что угодно. Че, по вещам? Нож из стали? У тебя неплохо вроде со стрельбой. Давай снарядим тебя. Каким-нибудь. У нас максимум только лук есть. Мне казалось, что мы где-то... С... Тырили пистолет. Ладно, возьми хотя бы лук. И поехали. Так, Невис. Что у тебя по нуждам? Без одежды. А что ты голая гоняешь? А потому что... Совсем плохая рубашка. Совсем плохого качества туника. А у тебя че из одежды? А, у тебя только футболка и штаны. Не раздеть. Я думал, может, какой-нибудь плащ там. Плащ на голое тело. В принципе, норм. Задание выполнено. Ковакс отправился. Все. Ковакс свободен. Ну и ладно. Ну и плевать, что он решил не оставаться с нами. Екатерина прознала, что один из членов фракции упорные кочевники больше не находится в поселении. Екатерина хотела, чтобы умерли упорные кочевники и все члены фракции. А поэтому отзывает свое предложение. Что-то с Коваксом связанное, но... Блин, он не самый плохой дядька. Невис, тебе долго еще спать? Мне нужно, чтобы ты заделала... А, мы можем назначить тебя собирать дерево пока. Плевать, что у тебя очень низкий... Скилл. Несмотря на это. Пока ты скучаешь. И... У нас здесь есть немножко еды. Как у аллигатора дела? Она еще не хочет к нам присоединиться? Шанс вербовки 19... 76... Как твое настроение? Нужно сильная боль. Почему? А болезненное отравление, я понял. Сон на жаре. Все в рыгачке. Ух, отвратительно. Так, сколько нам надо там, чтобы сделать? 50 стали, 75 древесина. У нас... У нас настолько плохо по ресурсам? 15 стали. Ё-моё. Мы так... Я все еще перекликаю со старым прохождением, где мы... Выживали. За нулевого персонажа. А, я же, по-моему, добавил перед отъездом мод с братскими могилами. Да, массовые могилы. Невис... А кто вы торговец? Ууу! Давай скорее. О, здесь... Здесь еда. Надо срочно перенести. Так, Невис, что делаешь? А, ты уговариваешь Легатра остаться. Так, а давай ты... Перенесешь. Ты улучшишь чуть-чуть условия нашего пленника. Так, где торговцы? Вот он. Как только достроишь, иди поторгуй. Может быть, мы можем продать свое барахло и купить какой-нибудь... Хотя бы немножко одежды. О, у них есть одежда! Так, что мы можем продать? Мясо, еду вообще без вариантов сейчас продавать. У нас прям... Мы можем продать кожу, потому что... Нет, сталь мы не будем продавать. Мы продадим вот это барахло. Можем продать чуть-чуть золота. И у нас есть сотка в распоряжении. Нам бы... Штаны и рубаху, чтобы можно было Невис приодеть для начала. Футболка. А штанов нету, ребята. Она также будет гонять голенькой. За что? Ну, тут больше нет вариантов. Типа кепочки есть, бронекуртка. Офигенно, я с удовольствием. Но у нас нет столько денег. Так, Невис. А ты видишь, где куртка лежит? Да, надень футболку, пожалуйста. Это... Не топ-прикид. И принеси сюда вазы. Так, почему у тебя плохое настроение? Че тебе не нравится? Крайне низкие ожидания. Неудобства, изношенные одежды и данные... Одежда? Ты в ней пришла. Это твоя одежда. Это твои проблемы вообще. Неприятное место. Аж поделать. Неплохая спальня, кстати. Мне кажется, мы можем уже начать пытаться вербовать аллигатора. Я забыл, почему. А потому что... Ну, в принципе, неплохие скиллы. Ее можно было кинуть как дополнительного кулинара. Давайте попробуем ее вербовать. 7 и 7 сопротивление, в принципе. И там в последний раз, из-за того, что мы улучшили спальню, вообще безумные показатели были. Так, Невис покушала. Теперь мне надо... И еще одну. Пожалуйста. Спасибо. А-а-а... Так, че я еще хочу? В первую очередь. Сделай вот это. И похорони вот это еще. Я понимаю, это испортит тебе настроение, но... Это нужно было сделать. В любом случае. Так, тебе надо идти готовить. Пока, караван. Спасибо за то, что побывали. О, Невис. Мне очень неловко тебя будить, но тебе нужно готовить сейчас. Прям... Прямо сейчас тебе надо готовить, понимаешь? Да, вот прям сейчас, потому что у нас не будет еды с утра, если ты сейчас не приготовишь ничего. Спасибо. Обязательно надо будет сделать сейчас кухню. И потом разобраться с этой комнатой. Потому что все-таки она омерзительная, бедная, безобразная и грязная. Все косяки в ней собрали. Так, че ты делаешь? Че это? Зачем ты трупы всех животных таскаешь? Ты шо, конч? Иди вон лучше, не знаю, в комнате приберись. И, наверное... А, они не разделывают, потому что я, конечно же, забыл. Сделать ким на разделку. Вроде нормально. Да. Работа с огоньком. Это хорошо. И у нас теперь присутствует мясо. Утки. Немножко, но есть. Так. Сделаем эту комнату. Из чего я ее делал? Из... 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 Из известняка? У нас его нет. Активное задание. Склад с ресурсами. Боюсь. Боюсь, что сейчас пока не надо. Давайте поменяем на дерево. И здесь... Здесь уже дерево. Так. И давай после этого ты построишь здесь. Молодцы. Ай, молодец. Просто умница. Иди разбирай вот эти стены из стали. Мало пищи? В смысле? Пять блюд. Достаточно. Ну вообще из-за того, что нас трое человек, наверное, этого уже недостаточно. Спорить не буду. Простое блюдо... Повторять до... Допустим... До десяти пусть будет. Она должна безумно быстро это все разобрать. Так, налет. Лады, лады. Партия бандитов. Один противник. С крутейшей прической. С безумно высоким... Скиллом в дальнем бою. Эксперт в стрельбе. Больше ничего не умеет. Не умеет ухаживать. Общаться. Асексуален. И... И еще он обжора. Конечно же. Если... О, он медикаменты нам притащил. Если... Надо постараться его не убить. Надо постараться его не убить. Зачем ты идешь туда? Ну, раз ты уже здесь... В смысле? Не, не, нет. Стреляй. Найс. Еще разок. Беги. Беги. А, беги. О, нормально. Блин, мне нравится этот мод со стрельбой, с пульками и стрелами. Вообще отлично выглядит. Через 9 часов погибнет, а у тебя только ушибы. Эээ, нормально. Я обожаю мод со стрельбой на ходу, но... Черт возьми. Такой он не точный. Есть. 7 часов. Невис, как у тебя дела? Не кушай, пожалуйста. Не, наверное не так. Перенеси сколько получится. А потом поешь. Так, а ты воюй. Он умер. Ну, черт. Зараза. Нам бы здесь сделать что-нибудь типа моста. Но, с другой стороны, я не хочу здесь сделать мост, потому что... Здесь будет киллбокс, и противники в воде медленнее передвигаются. Но мы можем сделать мост... Вот здесь сделать дверь, да? Стену? Не, я здесь планировал дверь. А, ее, наверное, хотят починить. Ну, допустим, ладно. Допустим, пусть здесь будет, ладно. И... Мост. Во. Чтоб поселенцы могли перебираться. Колонисты, наверное, правильно сказать. Не, давай ты не будешь медикаменты на уши бы тратить. Как тебе предложение? И тем более, это временное поселение с овощей, а вылечею... Руками, да. 20... Это лучше вообще, чем можно было себе представить, в принципе. 6,5. Почему бы нам не сделать здесь свет, чтобы комната стала чуть-чуть приятнее? Она и так вполне себе нормальная. Как у тебя... Темно. Это решит проблему. Так, Невис, пока ты не пошла спать. Я верю, что ты хочешь спать. Сними пол в этой комнате, пожалуйста. Тем более, ты делаешь это безумно быстро и... И испытываешь определенное наслаждение. И у нас прибавятся блоки еще. Офигенно. Ты просто молодец. А, я вообще рассчитывал, что ты сейчас это сделаешь. Это как бы не пол непосредственно крутейший. Но выровненный пол все равно будет доставлять хоть какое-то удовольствие. Ну или меньше негатива приносить, что ли. Так. Дэн, что делаешь? Переносишь дерево? Слушай, вот это польза. Я бы не хотел, чтобы она разбирала здесь всякие штуки. Потому что из-за того, что у нее очень низкий скилл в ремонте, возможно, плохая идея, мы только потеряем ресурсы. А у нас... А, я же все сюда перетащил. Я и смотрю, чего... Почему здесь нет никаких ресурсов? Потому что я все перенес сюда. И думал о том... Что надо здесь все-таки построить стены. И как проснешься, сделай это, пожалуйста. Почему такие плохие результаты? Нет ветра. Не хватает джуса для того, чтобы охлаждалась. А, не-не-не. Все, пошел. Пошел. Все нормально. Ну, от Дэна есть какая-то польза, но это, конечно, не самое лучшее поселение. Дождемся, и я думаю, мы не будем сильно претендовать на то, чтобы она осталась. Давайте добавим ей надзор, чтобы она могла еду относить. Поднести еду. Омерзительная... Бедная. Невис, огромное спасибо. Так, и давай распределим крыши. Пусть здесь тоже будут. А ты можешь... Да, соорудить крышу. Во! 5,3. Мы практически добавили себе нового поселенца. Чуть-чуть осталось. Есть крыша. Соорудить крышу здесь еще, пожалуйста. Найс. Так, и... Не знаю, сделай грядки, наверное. А здесь крыша, да? Разобрать крышу. Спасибо. Найс. И здесь мы сейчас замутим какую-нибудь грядочку, чего-нибудь... Ну, риск, кстати, сойдет. А здесь лечебный корень. И Невис... Неназначено выращивать. Почему? Я убрал случайно, наверное. Не заметил. Выращивание. Оно прям так и должно называться выращивание? Я чуть не вижу. Мне кажется, Харвист это она. Харвист, мне кажется, это она. Нет? Так, подожди. Где-то какой-то обман. Фабрикейшн. Художник, портной. А, кстати, почему... А, не-не-не, пусть бутчер тоже будет. Это ж прокачивается скилл кулинарии. Животновод. Я не вижу. Может, надо расширить? Офигенно. Накрутил что-то. Сам не понял. Так. Посадовод. Фермер. Наверное, фермер. Фермеров. Да. Можешь засеять это и засеять это. Я понимаю, что у тебя есть куча более важных занятий. Но, черт возьми, это важно, чтобы у нас был какой-то приток еды. Минимальный, но свой. И, наверное, надо... А у нас еще не хватает? У нас не хватает на готовку. Допустим, до восьми штук. Нам надо поохотиться. Черт. В этом тяжесть того, что у нас бесполезный поселенец. Ну, не сказать, что бесполезен, конечно, но... Ты можешь сейчас... Ну... Бандитка. Так, на кого бы поохотиться? Гигантский ленивец. Он здоровый, он без косяков. Не, я боюсь, что... С него можно достаточно много мяса поднять, но, наверное, не стоит. Мы можем этих енотов замочить. Вот здесь, кстати, халявное оружие. Почему мы вот эти ягоды не добыли? Кстати. И там торговец идет. Хочу так много трупов животных. А, это, наверное, медведь. Скорее всего, да, медведь ходил их, вырубал. Целая куча кабанчиков. Кабанчики, кстати, неплохой вариант. Да, наверное, надо Невис отправить сейчас поохотиться на кабанчиков. Ну, новое задание. Одинокие бродяги. Приближаются Сузани и другой отчаянный беженец. Они утверждают, что лишились дома после недавнего нападения. Разрешить на пять дней. Для двоих. У нас шесть дней есть. А Дэн через сколько нас покинет? Пять дней. Посмотрим. Она уйдет. И, если что, можно будет ее спальню передать. По наследству. Затмение. Это не так страшно. Мы с солнечными батареями не пользуемся. Так, Невис, сейчас... Я вообще думал, что ты покушала сейчас. Новое задание. Знатное восхождение. Вы нашли способ покинуть эту планету. Высший стелларх из оранжевого империума может по просьбе произнести традиционный визит во владение любого графа или графини. Прилосите его к себе на 12 дней. Будьте к нему гостеприимны. И все ваши поселенцы смогут отправиться на челноке прямиком к имперской флотиле. Ну, это какой-то поздний квест. Невис, ты молодец. Иди поторгуй. Что у них там, кобры? Ёба. Мы продадим пиво. Косяк продадим. Медикаменты не будем. Единственное, что у нас хорошее осталось. Пласталь, копье. Но у нас ни на что из этого нет денег. Пимикану можно было бы купить, но это не самая лучшая еда. Наверное, только продадим наше барахло. Да, можешь перенести серебро. Пожалуйста. Содружество Верлиум и партия бандитов заключили мирный договор. Подписали мирный договор. Наверное, правильно сказать. Поздравляю. А ты можешь? Да, я понял, что ты хочешь готовить. Почему вы... Ёпта. Так, вот это важнее. Разбери, потому что вы ходите через капканы. И это очень плохо. Строить дверь из дерева. А вот это отменить. Всё. И не ходите там. Отлично. Всё. Они больше не ходят через капканы. Чёрт возьми, как хорошо, что я это заметил. Есть. Задание. Изготавливать большую. Сделать, например, 4 штуки. Каких ресурсов у нас есть достаточно? Можно из дерева делать. Объём 500. Требуется 100 металлических деревянных каменных блоков. Да ок. Сталь точно не надо. Вот из дерева можно. Сделай две штуки и посмотрим, если чё, это можно будет перенести в обедню. Так, Невис, чё делаешь? Разбирает стену из стали. Окей. Окей. Ты можешь... В принципе, вот это всё сделать. Спасибо. И вот раз уже начала, то сними ещё полы здесь. И здесь. Найс. Немножко каменных всяких ресурсов. Клёво. Сколько? О! Уровень 8 в общении. Ну давай уже. Чё тебе не нравится? Темно. Почему? Сделай лампочку. Наконец-то. Ну ёпт. Шо так сложно? Всё, не темно, видишь? Прекрасно. Мокро. Почему мокро? Наверное, потому что пола нет никакого в этой комнате. Но! Спасибо, Невис. Отличная работа. Я думала, что это фигура. На самом деле, это не фигура. Так, чё тебе надо? Сытость. У нас нет еды? Куда вы дели всю еду? Вы, вы шо? Так, Невис. Мне очень неловко тебя будить. Но тебе надо идти сюда и убивать этого енота. Ааа, чёрт. Пожалуйста. Спасибо. И, наверное, ещё кого-нибудь. Можно вот эту бумалопу, наверное, прикончить. Она, по идее, сама по себе. И не так страшно, если она взорвётся. Если Невис попадёт. Пожалуйста. Передум... Ну... Плиз. Стреляй. Да ёпт. Я тебя понял. Это самая уворотливая бум-крыса вообще, которую можно просто представить. Нет! Всего 14 единиц мяса? Это же всего на одно блюдо. Ты чё гонишь? У нас еда закончилась. Я не ожидал, что это так быстро и внезапно случится, на самом деле. Так. Собрать. Маля. Нам нужна любая еда сейчас. Съешь прямо сейчас. Это... Это, конечно, дебаф, но... Нам нечего делать. Мы... Как же у тебя плохо получается собирать. Господи, помилуй. Отнести еду аллигатуру. Куда ты пошла за ней? Господи, из самого дальнего куста. Один и восемь. Мы почти добились своего, но у нас совсем плохо, по идее. Блин. Во. Вот ты, горная коза. Хочешь умереть? Так, нам нужно... А, во. Во. Здесь целый пак. Ну как пак? Две горные козы и горный козел. Если они сагрисы, будет очень неловко. Кабанчики! Невис, вперед. Через 20 часов истечет кровь. Не, надо бы еще разок засадить. Четыре часа. Все, этот готов. Умоляю, попади. Да господи, нам нужна еда. Какой у тебя уровень стрельбы? Шесть. Ты практически... Молодец. Молодец. У этого два часа. Так, добить. Так, Невис. Разделывай, готовь. Скорее. Мне сейчас не до квеста. Мне надо приготовить чуть-чуть еды. Невис. Ты что делаешь? А, торговец. У нас ветра опять не хватает. Так, Невис. Давай торговать. А, они... Они хотят купить аллигатра. Черт. Сборщик податей. А, они хотят ништяков от нас. Да? Имперский сборщик податей с караваном из фракции Оранжевый Империум. Он принимает золото и пленных в обмен на милость короны за соблюдение традиций и поддержку сюзеренов. Сборщик податей будет приходить примерно дважды в год при условии, что вы не враждуете с фракцией. Они пробудут в поселении какое-то время, прежде чем двинуться дальше. Вы можете атаковать их, но это разозлит всю их фракцию. Я не хочу сдаваться. Ну, в смысле... Сдавать аллигатора. Потому что... Столько было вложено в этого персонажа, что... Не, не, ребят. Мы можем отдать им голду, на самом деле. Лишь бы... Лишь бы не ныли. Поток брони. Ну, чё тебя прорвало? Ну, ты же поела. Ну... Это будет тюремная. А, и... Типа из-за того, что... Я понял. Ладно. Пусть валит. Плевать. А, здесь, кстати, необходимо сделать дверь. Потому что я смотрю, они чё-то как-то... Как-то странно ходят. Мы можем сделать интереснее. А-а-а... Можем забрать шмотки. А, опять присоединилась. Чё за дичь. Я, мне кажется, какой-то баг нашёл в игре. Квест провалился. Да? Квест провалился. Вот она, одинокая кочевница. Квест закончился. И, типа, я её раздел. И квест засчитался. Нормально? Мне нравится. Невис, надень штаны. Они плохого качества, но ты хотя бы не будешь голый гонять. А, у тебя... У тебя получше? У тебя получше. Сори. Извиняюсь. Зря быканул. Я вообще Дэна хотел продать. В рабство. Скажу честно. Готовить. О! Я даже, как бы, и думаю, нет смысла смотреть, кто там на нас напасть хочет. Потому что их, скорее всего, сейчас раскатают. Беспечный стрелок, подземник, железные нервы. Блин, это неплохой персонаж. С алкоголизмом. В 20 лет. Но персонаж неплохой. А второй? Он бы был хорошим учёным. Эффективный сон. Он рыбак. Железный человек. Блин, они оба неплохие. У него психиновая зависимость. Нет, Невис, ты не идёшь спать. Ты будешь готовить. А, у нас больше нет еды. Аборт, можешь идти спать. О! О! О, у нас есть постройка. Установи куда-нибудь сюда я. Строить? Ну, давай сделаем тебе строить прям минимальное. А можешь... Да. И разбор тебе тоже дадим. Деконстроить. Здесь необязательно сейчас дверь нужна. Но... Вся фишка в том, что они вокруг ходят из-за этого ветряка. И неловко получается. Всё, вас уже раскатали там? Сдох. А второй? Можно было носорога сог... А, второго тоже убили. Жалко. Это... Это были неплохие персонажи, на самом деле. Это были неплохие персонажи. О чём? О смысле? На хера ты сюда труп тащишь? Ты чё? Спасибо. Нет, давай ты не будешь этим заниматься. Я надзор дал, чтобы она просто еду таскала. Сори. Вот это неловко получилось. Всё, а можешь идти спать на своё место. Фух. Затишье небольшое. Чё тебе не нравится? Заключение в тюрьме. Ну, извините, да и сама там сдурела. И пришлось с тобой разобраться. А чё она не берёт свою одежду обратно? А, потому что она ужасного качества. Ну... У нас другого нету, так что... Так, Невис. 0,9. Мы почти на месте. Нам нужна еда. Тут ещё эти два... Кабанчика? Пожалуйста. Есть. 20 часов. Умоляю. Спасибо. Есть один. Срочно перенос. А ты иди сюда и... Подстрели ещё одного. Есть. Раз мы уже здесь тусим. Давай ещё и козликов. Отлично. Господи, вот это... О, 7. Всё, теперь надо попадать. Каждый выстрел в цель. Давай, детка. Медведь, конечно, не очень помог. Ну, в смысле, он помог, конечно. Сколько там кабану осталось? 8 часов. А козлику? А он... А почему кровью истекает тогда, если у него нет ран? А, не-не-не, 6 часов. Сейчас бы случайно попасть в медведя, чтобы он согрелся. Было бы просто прекрасно. Я бы так смеялся, так смеялся. Есть кабанчик. Срочно перенос. Он сожрал полностью. А, Дэн спит, поэтому никто не переносит. Я понял. Справедливо. Давай ты разделаешь. И приготовишь. Спасибо. Торговец оружием. Что ты здесь делаешь? Социально расслабляется. Понял. Спасибо. Так, давай все-таки вы перенесете кабанов. О, торговцы. Невис, иди торговать. Дэн, иди перенеси кабана. Хоть какая-то польза-то от тебя должна быть. Так, все милишное продаем. Так, все милишное продаем. Короткий лук. Ээээ, он не особо эффективен был. Мини-ган. О, мы разменяли все милишное оружие на целых 12 серебра. Плазменный меч, мать его. За три куска. У нас нет столько денег. Броне штаны за три сотни. Мы ничего из этого не можем себе позволить. Ничего. Медикаментов можем купить. Но у нас пока вроде есть немножко. Да, у нас будет еда, наконец-то. Что тебе не нравится опять? Неси давай там. Если она опять быка нет, мы ее продадим. Хороший. Сколько можно. Кстати, интересно, на самом деле она присоединилась. Мне понравился этот баг. Так. Тебя на паузу. Готовь. Все, теперь у нас будет еда. Не ешь, умоляю. Подожди чуть-чуть прям. Сука так. Кто кого интересно. Готовь. А нехер было. Нехер было это самое. Ушибы. Эээ. Спаси эту дуреху. Ну, я понимаю, мой косяк из-за того, что я не дал ей съесть мусор сырой, а попросил подождать целых две с половиной минуты, чтобы была приготовлена еда. Это, конечно, да. Это безусловно. Нет, давай мы не будем ушибы лечить. Нормальными лекарствами. Ну-ка, рекрутируем. 0-1, ты че гонишь? 0-1. Так, че у тебя по ранам? А давай ты полечишь Дэна тоже. Сайди, ват. Невис скрывает в своей комнате. Это произошло из-за плохого настроения. А, ну ладно. Тебе все равно поспать надо. Крушение капсулы! Хозяин ранчо по имени Макарий падает в транспортной капсуле. Если он и переживет последствия удара, то наверняка с тяжелыми ранениями. Он из фракции Оранжевый Империум, кстати. И он сдох. Нет, он еще жив. Ааа, черт. У них же опять сейчас припадки начнутся. Я очень хочу хотя бы снять с него шмотки все. Потому что у него вроде неплохие вещи. И Невис заперлась в своей комнате, да? Стабилизировать на месте. Сколько у нас времени? Раздеть. Это испортит отношения? Ты что гонишь? Ладно. Вы что меня так бесите-то, господи? Все, стабилизировали же. Огромная потеря крови у него еще, к тому же. Давай сделаем ему временную кровать. Ладно, так и быть. Ну, надо нормальное отношение строить. Но испортит отношения, это вообще 5 секунд. И мы уже так делали. Давайте поставим здесь, которая будет одновременной медицинской и... Ты что меня так бесишь? Давай здесь поставим. Ладно. Почему его раздеть нельзя? Он в капсуле выпал. Вы его выкинули, блин, нахрен. Вы что гоните? А чего у Невис такое хорошее настроение? Раскаяние? А, за то, что она отлупила Дэна? Нечего было быковать. Инфекция у кого? А, да на тебя плевать. Порез. Легкое заражение. Давай разок вылечим его нормальными лекарствами. Вообще, наверное, не стоило. Нам же его отпускать. Он же уйдет. Ну, как бы ладно. Что у него там по еде? Нужды. Невис, ты не пойдешь пока спать, к сожалению. И приготовь. Я понимаю, ты очень хочешь спать. Ты уже просто отрубаешься на ходу, но... С утра всем нужна будет еда. Подарок от фракции. Ну-ка. А, золото. Спасибо, ребят. Новое задание. Йомин Мастика Камнина из фракции Оранжевый Империум желает протестировать одно из особых орудий своего корабля. Если он это сделает, начнет работу находящийся неподалеку контроллер погоды. И в окрестностях 15 дней будет ливень. Награды не такие крутые. Продвинутый компонент, это, конечно, клево, но... 15 дней и хреновая погода. Я так понял, ливень будет сопровождаться еще и холодом. Инополнительно. И постоянно будет дебаф мокроты. Не путать с мокротой, конечно же. Так что, не. Не. Не, обойдемся, наверное. Невис, огромное спасибо. Так, аллигатор есть не хочет. Тут вроде все нормально. Что делает Дэн? А, таскает. Тоже нормально. У нас есть некоторое количество гранита. Стали. У нас есть гранит. Можно сделать что-нибудь прикольное. Так, давайте закьюшим. Пусть пойдет еще... Наберет дерево, если здесь что-нибудь созрело. Не? Да. Пусть наберет нам дерево и... Че, я... У меня есть такое предчувствие, что на сегодня может быть и достаточно. Ладно, давайте до утра сейчас дождемся. Если ничего интересного не произойдет... Да, господи, работай, ветряк! Сволочь. Нам нужно изучать батарейки. Нам... Нам нужно заняться изучением. А зачем я хотел кровати эти менять местами? А, потому что вот эта кровать лучшего качества. Эй! Давайте это сейчас сделаем и... После этого уже можно будет действительно прерваться. Мне все-таки надо, чтобы Невис начала строить. Но у нее нет времени из-за того, что она постоянно готовит. Дэн умеет готовить? Четыре. Не хочу пока брать риск. У нас... У нас так тяжело. А, Макарий может ходить. Ну, все, улепетывай отсюда. Невис, как проснешься, сделай вот это. И сделай вот это. Так все, уходи. Че тебе надо-то? А че у него? Животного стоит 17. У него среднее заражение. 37 на 35. Невис, а давай мы его еще разок полечим. Блин. Ты скоро проснешься-то? Сколько можно ждать-то? Ёпт. Я надеюсь, он не сдохнет, пока у нас тут в гостях тусит. 4141. Так, вот это будет... Невис. Это будет Дэн. 43. Нормально, наверное. Ну, если что, мы ему можем отрезать правую руку. А, 59% заражения. 60% заражения. Против 47. Я только сейчас заметил. Я смотрел на эффективность 44. Не ждя, тебе придется руку отрезать. Иначе ты умрешь. Либо... Сорян, конечно. Если это не испортит отношения с твоей фракцией. А какую руку... Либо... Он может ходить. Ну, уходи. Пока... Пока не сдох. 51. 67. Может, он уйдет? Если я уберу медицинскую кровать, он уйдет? А, он уходит. 70. 71. 73. 74. 75. 76. Бля, ему надо отрезать руку. И он же пойдет, наверное, с самой дальней тропой. А, он... Он уже ушел. Я уже не могу его оперировать. А, он умрет. Он умрет. О! У нас новый поселенец. А, ну, видимо, типа, в следующий раз можно бы завербовать. Опаньки. Красиво. Невис, туши. Перенеси. Он умер. Спаси. Он не дошел. Он не дошел. Мы его успеем спасти? Так-то. Вот, типа, у него еще вывалил из жопы, это. 87. Сколько? 90%. А, извлечь орган правая рука. Где-где-где-где-где-где. Левая стопа, левая кисть, глаз, легкая. Мы не можем руки отрезать. Можем кисти только отрезать. Нога, кисть. Ну, почему? Мы можем излечь позвоночник даже, но мы не можем отрезать ему руку. Ну, кисть не то. Кисть отдельный орган. Рука это как бы в целом. Еще раз, внимательно. Сердце, легкая, почка, печень, мозг, глаз, ухо, челюсть, кисть. Он умирает, вы понимаете? Давайте наркоз ему сделаем, и пусть он погибнет. Ну, хотя бы скиллы потренировали на нем. Я даже если бы раньше увидел, наверное... Умер. Бегай. Похранить. Мы пытались. Но... Решение бога оказалось сильнее. О, солнечная вспышка. Прекрасно. На этом мы закончим. Ребята, огромное спасибо за то, что подрубились к сегодняшнему видосу по Римворлду. Всех был очень рад видеть. Огромное спасибо за ваши комментарии и вашу поддержку. Она просто неоценима. И вы суперкрутые. Наше зеленое содружество прощается с вами до следующего эпизода приключений в мире Римворлда. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие видосы. Извините в колокольчик и первыми узнаете о том, когда я залил чё-то новое. С вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Всего вам хорошего, ребята. Пока-пока.